Добрый вечер в студии первого Дину Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Болеют все больше и все тяжелее. Врачи бьют тревогу. В детских больницах с ковид-отделениями почти не осталось свободных коек. Регламентом по Шанхаям. Столичная мэрия работает над правилами размещения киосков и рекламных панно. График работы садиков продлен. По 10 часов в маске, перчатках и на чеку. Как изменилась работа сотрудников детских садов? 250 новых случаев коронавируса выявлено в Молдове за последние сутки. Общее число зараженных превысило 40 тысяч. 580 пациентов, по данным Минздрава, в тяжелом состоянии. 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 12 больных проиграли борьбу с ковид. С начала пандемии от вызванных им осложнений скончались 1074 человека. Выздоровели 28 678. Из них почти 400 только сегодня. Министерство здравоохранения сообщает, что до сих пор больницы получили 1809 доз плазмы выздоровевших людей, используемые для лечения пациентов с ковид-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Большинство из них, более 600 доз, поступили в республиканскую больницу, куда госпитализирована большая часть таких пациентов из Кишинева и других районов страны. 282 дозы поступили в городскую клиническую больницу номер один. Далее следует Институт скорой медицинской помощи и больница Архангела Михаила. В районные медучреждения было отправлено 172 дозы. Власти также предложили новые меры послаблений. Согласно новому решению Чрезвычайной комиссии по здравоохранению, сегодня разрешены культурные мероприятия на открытом воздухе, условия соблюдения всех мер безопасности и профилактики заражения вирусом ковид-19. К ним относятся ношение масок, ограничение доступа, измерение температуры, избегание очередей, поддержание социальной дистанции между зрителями и между артистами. В пределах периметра, где будет проходить мероприятие, будет запрещена продажа и употребление еды и алкогольных напитков. Кроме того, для проведения подобных событий нужно будет получить разрешение Министерства культуры. Кто-то еще не верит, кто-то еще верит, что дети не болеют коронавирусом. В столичных больницах, где лечат несовершеннолетних от ковид-19, практически нет свободных коек. Прирост маленьких пациентов начался в конце лета. И с тех пор каждый день их приводят все больше и больше. Мало того, растет и число сложных случаев, что не может не тревожить врачей. Температура, сухой кашель, слабость и затрудненное дыхание – это первые симптомы, свидетельствующие о том, что ребенок заболел. Большинство столичных ребят, заразившихся коронавирусом, приводят в детскую инфекционную больницу именно с такими жалобами. Лечатся здесь не только дети из столицы, но и из северных и южных районов страны. Лечебница рассчитана на 104 койки, но в последнее время случается, что больных куда больше. У нас были периоды, когда мы получили 130 детей интернатов на зи. На момент мы получили 90 детей. В последнее время мы получили увеличение в норме на спитализации, которые не были наблюданы на период запрет, а в первые 1-е веки. Возможно, мы получили количество, как мы получили машины, или в случае, у нас есть специализации, с гражданином школы, с пласырами больше, чем у городской. Если до сих пор инфекция проявлялась у детей немного мягче, то сейчас, с тревогой говорят врачи, все чаще дело доходит до пневмонии и острых бронхитов. Врачи призывают родителей всеми силами защищать малышей по возможности избегать общественных мест и научить их элементарным санитарным правилам. Госпитализация обязательна для детей до 7 лет. Остальных, если нет клинических признаков, лечит дома. С марта и до сих пор коронавирусом заразились 2600 несовершеннолетних. 1200 из них младше 9 лет. Двумстам не исполнилось и года. Китай может предложить Молдове партию вакцин от COVID-19 для наиболее уязвимых категорий граждан. Эту тему президент Игорь Дадон обсудил с послом Джаном Инхуном. Сейчас в КНР проходит заключительная фаза клинических испытаний препарата, а подготовку к выпуску могут начать к концу года. В ходе встречи официальные лица обсудили также необходимость визита Игоря Дадона в Пекин, который должен был состояться еще в конце марта, но был отложен из-за пандемии. К другим темам. Важная неделя в парламенте. Депутаты намерены обсудить несколько социально-экономических пакетов, согласованных с МВФ. После еженедельного заседания руководства страны премьер Ион Кико заявил, что законодатели вынесут на голосование проект корректировки госбюджета, который сократит дефицит на миллиард с лишним леев, а также проект финансовой поддержки пенсионеров, в результате которого эффективная индексация пенсии в этом году, вопреки различным спекуляциям, составит почти 10%. Премьер сообщил, что депутаты должны одобрить проект предоставления с 1 октября помощи в размере 900 леев примерно 660 тысячам пенсионеров с доходом менее 3000 леев. Ион Кико напомнил, что единовременное пособие увеличено на 200 леев. Эта диференция от 200 леев означает эффективная индексация на 1 октября по 3%. Компомнил, что 107 леев, предоставлено на 200 леев, означает, что в октябре, эти 660 тысячам пенсионеров с доходом менее 3000 леев примерно 3% в октябре, но не по дуру 6 леев, пока на 1 априле. Премьер подчеркнул, что этих денег мало для пенсионеров, но они означают финансовую поддержку в более чем 1 миллиард леев. Это если говорить только об единовременной помощи. В этом году, в 2020, пенсионеры, которые, и бенефицированные социальные леев, которые получают более чем 3 миллиард леев, в кумулах, будут получать 1 миллиард леев в поддержку в октябре, 700 леев в январе и 900 леев сейчас. Понимаете, что эти 700 плюс 900, в факт, constituят о пенсии с чего-то лунарной, чем они получают до сегодня. Власти утверждают, что продолжат выделять единовременную помощь пенсионерам и во многом поможет им сделать это кредит от российского правительства. Переговоры о выделении которого сейчас в самом разгаре. На этой неделе депутаты должны рассмотреть так называемый сельхозпакет законопроектов, который содержит все меры, принятые властями для поддержки фермеров, пострадавших от засухи. Между тем, правительство готовит новую программу помощи аграриям, заявил глава Кабмина Ион Кику после традиционного совещания с президентом и спикером. Он уточнил, что засуха неминуемо скажется на урожае будущего года, поэтому власти должны подставить плечо фермерам, чтобы те смогли обеспечить продбезопасность страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Премьер-министр говорит, что процесс выплаты компенсации идет полным ходом и призывает фермеров по терапии, чтобы получить обещанную помощь. Продолжение следует... Глава исполнительной власти надеется, что депутаты проявят ответственность и примут социально-экономические пакеты предложенные правительством. Глава исполнительной власти надеется, что депутаты проявят ответственность и примут социально-экономические пакеты. Сельхозпроизводители не могут разместить свою продукцию на полках отечественных магазинов из-за бывшего правительства Маисанду. Кабинет министров во главе с лидером ПДС отозвал из парламента законопроект, который предусматривал, что половина продуктов должна быть местного происхождения. Об этом заявили лидеры платформы «Да», входившие в состав блока «АКУМ», которые тогда предпочли хранить молчание. Законопроект, который обязывал, чтобы половину полок крупных магазинов занимали отечественные продукты, прошел первое чтение в парламенте, но был заблокирован перед окончательным голосованием. Об этом заявил депутат партии «Достоинства и правда», зампредседателя парламента Александр Слусарь. Заявление Слусаря подтвердил и зампредседателя ППДП Алена Мандатий, которая написала в социальной сети, что после того, как Маисанду отозвала документы с парламента, ряд сельхозпроизводителей возмутились. А депутаты блока «АКУМ» промолчали, чтобы не навредить образу Кабмина Санду. Мандатий утверждает, что Евросоюз не навязывал эти условия. Это было на усмотрении правительства. Главное было не запрещать импорт в страну. Но, тем не менее, министр экономики Вадим Брынзан под покровительством, конечно, Маисанду, палец о палец не ударил в поддержку местных производителей. «Тогда мы все промолчали. Мы не хотели накалять обстановку. Вот только переработчики знают это и до сих пор спрашивают нас, почему мы не возмутились. И как результат, сегодня в наших магазинах продаются польские и французские яблоки по 29 леев за килограмм», утверждает зампредседателя ППДП. Лидер ПДС Майя Санду подтвердила, что отозвала этот законопроект из парламента и для блокировки инициативы была причина. «Потребители также недовольны тем, что им приходится покупать в магазинах импортные продукты, особенно овощи и фрукты, которые в изобилии производятся в нашей стране. Они говорят, что выбор в торговых точках небольшой, а цены высокие. По этой причине люди предпочитают ходить на рынки». «Они повысили очень сильно цены. И нам недоступны, пенсионерам особенно». «Значит, кому-то это выгодно, потому что оно все приобретается извне, и, соответственно, это стоит…» «На базаре». «Почему?» «Ну, там есть выбор нашей продукции молдавской больше». «В магазине?» «В магазине больше импортного». «На базаре». «Почему?» «Ну, там больше вероятность того, что привозят из деревни, из сада». «Есть вероятность, что это производители, и что они вкуснее и свежее. И импорт? Нет, наши». Президент Игорь Дадон неоднократно выступал за срочное принятие закона о внутренней торговле, который должен предусматривать обязанность торговых сетей половину своих полок отдавать под отечественный товар. Глава государства подчеркнул, что Молдова импортирует очень много продуктов, которые есть в нашей стране. В 40 с лишним процентах населенных пунктов, включенных в программу «Хорошие дороги для всех», работы уже завершены. В остальных городах и селах полным ходом идет ремонт трасс. Об этом премьер Иоанн Кейку заявил после заседания руководства страны. Глава Кабмина подчеркнул, что параллельно продолжается строительство региональных и национальных дорог. Также достигнут прогресс по проектам с внешним финансированием. Заявление премьера подтверждают мэры населенных пунктов, которые говорят, что проект «Хорошие дороги 2020» жизненно важен для сел, особенно тех, которые не связаны с региональными или национальными трассами. Одно из них – Ковырлуй, Лёвского района, получившее в этом году 1,2 млн леев на ремонт дорог. Глава Кабмина, представитель «Хорошие дороги» на улице, включенной в процесс ремонта, говорит, что в ее 70 лет выйти со двора было настоящим испытанием, особенно во время дождей. Остальные местные жители тоже говорят, что с нетерпением ждут ремонта, потому что до сих пор выходят со дворов только в случае крайней необходимости. Люди надеются, что если отремонтируют дороги и улучшатся условия жизни, молодежь, покинувшее село, вернется на родину. Глава Кабмина, представитель «Хорошие дороги» Напоминаем, проект «Хорошие дороги для всех» стартовал по инициативе президента Игоря Дадона. В ходе этой национальной программы отремонтируют улицы более чем в тысячи населенных пунктов. В 2020 году из государственного бюджета на эти цели было выделено около 6 миллиардов леев. Количество желающих купить жилье по программе «Примакассы» растет день ото дня. До сих пор крыши над головой, поэтому проекту обзавелись 4858 семей и одиноких молодых людей. Еще 19 заявок находятся в обработке. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2 миллиарда 400 миллионов леев, а общая сумма активных гарантий достигла 1 миллиарда 200 миллионов. Из всех участников «Примакассы» 3350 – это семьи 1508 – неженатые молодые люди. Средний возраст бенефициаров – 31 год, а средняя площадь жилья, приобретаемого по программе, составляет чуть более 60 квадратных метров. Средняя стоимость приобретаемых квартир и домов превышает 597 тысяч леев. Из общего количества жилья 4547 находятся в городах, 311 – в селах. Напомним, что участником программы «Примакасса» может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий официальный доход. Первоначальный взнос составляет 5% от цены жилья. Столичная мэрия объявила войну посредникам, которые делают состояние на схемах, сдавая в аренду муниципальную собственность. Как оказалось, некоторые личности и компании пользуются низкими тарифами, установленными муниципалитетом, и сдают недвижимость в субаренду по цене, которая в некоторых случаях превышает установленную городом в 6 раз. Чтобы положить конец этой несправедливости, скоро будет принят новый регламент об управлении зданиями, сооружениями и помещениями, которые находятся в муниципальной собственности. Новый регламент представят на утверждение муниципальному совету. Он предусматривает прежде всего повышение цены на аренду до рыночной. Мэри столицы считают, что только так можно остановить феномен процветающей субаренды. Примария вступит в силу через 30 дней после утверждения муниципальным советом. А сами цены на аренду можно будет изменить лишь спустя полгода после принятия документа. Между тем, мэрия завершила разработку нового регламента организации торговли в Кишиневе. Документ предусматривает установку киосков на улицах и в парках столицы, но в два раза меньше, чем раньше, и при условии, что у них будет уникальный дизайн. Места размещения торговых единиц утвердит муниципальный совет. Столичная мэрия сообщает, что регламент был разработан после консультации с экономическими агентами. Сейчас дело за малым – установить места для размещения киосков в парках на главных улицах и бульварах. При этом количество торговых точек сократится вдвое по сравнению с существующими. По словам мэра Кишинева, власти намерены на каждое место сдавать в аренду в ходе конкурса – прозрачного и справедливого. А лицензия экономического агента будет действовать в течение пяти лет, чтобы окупить его вложения. Иоанн Чебан сказал, что во избежание монополизации рынка будет приниматься во внимание стимулирование малого бизнеса за счет ограничения количества площадей, предлагаемых одному и тому же экономическому агенту. Напомним, что установленные на летний период 94 киоска будут эвакуированы до 31 октября. Между тем остается нерешенная проблема с уличной рекламой. Если вы входите в Дачу с дечебалом, то есть дезастрия или в Христоботов, когда мы начинаем обновлять. Если продолжаем, то мы имеем в Шанхае, который нужно обновлять. И мы, в этом смысле, должны подниматься в регламентарии. Ответственные чиновники заявляют, что разработка регламента размещения рекламы в столице на последней стометровке. Его предложат на рассмотрение уже к следующему заседанию муниципального совета. В новом документе будет четко прописано, в каких местах и на каком расстоянии друг от друга могут быть расположены рекламные панно. Руководство мэрии утверждает, что пытается найти такое решение, чтобы рекламы не было слишком много, и чтобы она не портила внешний вид города или не мешала участникам дорожного движения. За последние полгода с улиц города были убраны 800 рекламных счетов. Около 6800 учеников столичных школ получили единовременную помощь в размере 700 леев. Речь об учащихся о 2-х, 4-х и 6-х, 9-х классах, которые находятся в затруднительном финансовом положении. По словам заместителя мэра Кишинева Анжелы Кутасевич, второй этап поддержки, который стартует 15 октября, а хватит свыше 1200 первоклассников и пятиклассников, имена которых предоставят руководители учебных заведений. Чиновник уточнила, что в итоге разовую материальную помощь получат 8 тысяч школьников. Если ребенок будет отсутствовать в детсаду или школе больше трех дней не по состоянию здоровья, то справка от семейного врача ему не потребуется. В этом случае родитель должен подписать заявление под собственную ответственность, что несовершеннолетний не болел и не контактировал с зараженными COVID-19. Власти приняли это решение, чтобы избежать столпотворения в медучреждениях. Документ придется предъявить только если ребенок перенес респираторную инфекцию, в том числе коронавирус. При этом невакцинированных детей не будут принимать в учебные заведения, а их родителям рекомендуют дистанционное обучение. Детсады Кишинева с сегодняшнего дня будут работать до вечера. В первую неделю сентября ребята находились в садиках только до трех часов. Теперь же родители смогут их забрать в 17.30. Кроме того, дошкольные заведения начинают принимать и четырехлетних детей. Нагрузка на персонал вырастет в разы. Нянечки, например, будут работать по 10 часов в день. После протестов родителей, недовольных тем, что не могут оставлять детей в садах до вечера, власти приняли решение продлить рабочий день в детских садиках и начинать принимать малышей от четырех лет. Сигур că angажащие vor venи mai devreme, в начале с 17.00 и в начале с 17.00 и в начале с 18.00. В рамках приобретают пожарные детей в 20 группы, подготовящие садика в субчатах и начале садиках. Каждые три часа Карине Мариан нужно дезинфицировать все поверхности. Это помимо стандартных обязанностей нянечки. Убрать, помочь сервировкой завтрака, обеда, полдника, ужина. Дел и раньше было не в проворот. Сейчас нагрузка увеличилась. Недаром некоторые ее коллеги, оценив фронт работ, написали заявление, посчитав свою зарплату 3700 леев слишком малой для 10-часового рабочего дня, полного хлопот. Карина старается держаться, ведь она и сама мама Дашкаленка. Воспитатели в Кишиневском детсаду номер 46 работают по сменам по 7 часов в день. Так как дети теперь будут находиться в саду до вечера, питаются они в том же режиме, что и до пандемии. В Кишиневском саду номер 46 все лето готовились к началу работы. Воспитатели, хоть и не художники, самостоятельно разрисовали стены, расклеили указатели, чтобы детям было понятно, как правильно перемещаться по зданию. Договорились с предпринимателями, и те во дворе сада установили дополнительные скамейки, чтобы детям было где присесть с соблюдением дистанции. Директор детского сада говорит, что не просто заставить малышей соблюдать социальную дистанцию, приходится придумывать специальные занятия. Всего с начала сентября в детсадах Кишинева начали работу 511 групп, в том числе 242 группы, которые должны работать в режиме онлайн. Сегодня учеников начали кормить в школах, но по новому меню и особому расписанию. По решению столичных властей, на протяжении двух недель дети смогут только завтракать. Им будут давать сухой паёк. В мэрии говорят, что это ненадолго. К привычному питанию дети вернутся через две недели. В мэрии говорят, что питаться как до пандемии дети начнут, если в течение двух недель в учебных заведениях не будет зарегистрировано вспышек инфекции. За это время руководство учебных заведений успеет соответствующим образом переоборудовать пищеблоки. Власти утверждают, что все учебные заведения, как страны, так и столицы, обеспечены дезинфектантами и защитным облачением. И средств на это выделено достаточно. Тем не менее, в мэрию приходят сигналы о том, что в некоторых учебных заведениях родители принуждают сдавать деньги на эти нужды. Столичный городоначальник говорит, что это недопустимо. На дезинфектанты и тому подобное родители не должны сдавать ни копейки, говорит Иоанн Чубан. И обещает жесткие наказания для тех, кто организует незаконные поборы. Напомним, в Кишиневе с 1 сентября возобновили работу 148 учебных заведений. С начала учебного года прошла уже неделя. Образовательные заведения выбрали систему обучения, адаптировали школы под санитарные требования, закупили дезинфицирующие растворы, термометры. Учителя ведут уроки в масках, а дети сидят по одному за партами. Мера вынужденная и есть определенные минусы. Но все же переходить на полное дистанционное обучение решаются единицы. В Лицеи Будешт, из одноименного села, учатся 488 детей. Здесь выбрали вторую модель обучения, в две смены. Большинство классов разделили на две группы. Первая учится с 8 утра, вторая после обеда. Девушки отдыхают в школу. Практика, в луна август, когда мы сделали родители, где мы объясняли родители, как будет школьная. Многие из них выбрали за 100% в школу. Идеи поддерживают и сами ученики. Одни, чтобы не разделаться с друзьями. Все-таки в школе не только учишься, но и общаешься с сверстниками. Другие, по более практичным причинам. Все и более хорошо в школе, чем стоим встанно, в онлайн. В школе, когда вы делаете лицо, если что-то не понимаете, вы можете задать вопросы, вы можете объяснить более детально. Объяснять преподавателям приходятся вжатые сроки, ведь уроки сокращены и вдвое больше, ведь классы поделены на двое. У нас есть больше авиации и перетекти. Здесь и название кувенту «Одиссея». «Одиссея» в лимбе гретое означает… Декламировать «Одиссея» и рассказывать семиклассникам об особенностях языка Гамера, учителю румынского языка и литературы по Расковии-Стадницке, сегодня пришлось четыре раза. «Одиссея» и 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 «Одиссея». Прибавилась нагрузки не только у учителей, но и у вспомогательного персонала. Кабинеты теперь моют после каждой смены. А в коридорах швабры проходятся минимум четыре раза в день. На этой неделе парламент должен принять разработанный правительством проект о выделении около 140 миллионов леев школам страны, которые в условиях пандемии открыли свои двери для учеников на прошлой неделе. Напоминаем, что со второго сентября детские сады и школы в стране возобновили свою работу, но с соблюдением строгих санитарных правил. Также каждое учреждение выбрало свою модель обучения. Некоторым удалось сохранить стопроцентное присутствие, другие выбрали смешанную или посменную систему. Восемь сотрудников крупной стройфирмы, в том числе гендиректор, бухгалтер и ответственные за продажи, задержаны по подозрению в мошенничестве. Утро для них началось с обысков дома и в рабочих кабинетах. Операцию проводили офицеры службы внутренней защиты и противодействия коррупции, сотрудники уголовного розыска и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Подозреваемых отправили на допрос в НЦБК. Чудовищное преступление в столице. Ранним утром на бульваре Штефана Чалмаре обнаружили окровавленное тело мужчины, погибшему около 40 лет. Представители правоохранительных органов при первичном осмотре обнаружили на теле признаки насильственной смерти. Полиция выясняет все детали трагедии. Далее коротко о других происшествиях. Сотрудники следственного управления «Север» вместе с полицией и прокуратурой Бельс раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков в нескольких населенных пунктах на севере страны. Были задержаны четверо мужчин в возрасте от 27 до 41 года. Ранее они уже попадались в руки правоохранителей за такие же преступления. В ходе обыска у них было изъято более 2 килограммов этноботанических наркотиков на сумму более 100 тысяч леев. Сим-карты, мобильные телефоны, автомобиль и пистолет с полной обоймой. Как оказалось в последствии, оружие было похищено у жителя Страшен. Возбуждено уголовное дело. В случае признания вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Четверо подростков из столицы в возрасте от 14 до 16 лет были задержаны за уличное ограбление. Несовершеннолетние напали на 52-летнего мужчину, отобрали у него мобильный телефон и имевшиеся при себе личные вещи. Ущерб составил 7900 леев. Преступный квартет задержали. Свою вину парни признали. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Полицейские из Кишинева и Ханчешт задержали троих мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, находившихся в розыске с 2018 и 2019 годов за кражи, грабежи и разбойные нападения. Один из задержанных был приговорен к 4 годам лишения свободы. Сейчас все правонарушители находятся в столичной тюрьме номер 13. Помощь спасателей понадобилась троим мужчинам из села Шептелич в Сорокского района. Один из них пошел набрать воды из колодца и провалился. Двое других попытались ему помочь, но в конечном итоге сами увязли выли. Спасательная операция заняла 15 минут. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Они отделались сильным испугом. Еще три потенциальных претендента на пост президента подали документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в свою пользу. Это Виолетта Иванова от партии Шора, а также независимые кандидаты Константина Барок и Ион Косташ. Полный пакет документов они должны подать в Центризбирком до 1 октября. Еще пятеро собираются представить уже собранные подписи. Это Тудор Делиу, Майя Санду, Андриан Канду, Октавиан Цыку и Дарин Киртуаке. Двое претендентов, которые подали документы ранее, даже приняли участие в жеребьевке. Если после проверки подписных листов к ним не будет претензий, первым в бюллетене будет Рината Усатый, за ним Андрей Анастасия. Подлинность собранных подписей по закону проверяют в течение семи дней. На въезде в село Аксентя Дубасарского района обустроили круговое движение, чтобы приструнить наиболее резвых водителей, именно тут чаще всего допускавших досадные ошибки, приводившие порой и к тяжелым ДТП. Неудивительно, что ввод в эксплуатацию нового объекта селяне превратили в настоящий праздник, на который пригласили и президента. Он внес в этот проект свой вклад. Обустроить на въезде в село круговое движение неоднократно просили как селяне, так и водители, которым приходится часто здесь пользоваться этой дорогой. Работы начались нынешним летом. Обновили дорожное покрытие, установили соответствующие дорожные знаки, нанесли разметку. А местный предприниматель к открытию преподнес еще два подарка. С его помощью на самом видном месте поставили распятие и новую табличку с названием села. Селянам новшество пришлось по душе. Примар Валерий Руссу признается, что давно вынашивал проект о круговом движении на въезде в село. Но внедрить его в жизнь получилось только при поддержке президента Игоря Дадона, которого, естественно, тоже пригласили на праздник. По программе «Хорошие дороги» село Аксентия, как и десятки других населенных пунктов страны, в этом году получило свыше миллиона леев. Еще 100 тысяч леев местному храму пожертвовал президент Игорь Дадон. Люди говорят, что помнят, что это не единственный его вклад в село. Дороская, гражданица для детей, где не имеют гард, не имеют парт, что он получил 200 тысяч леев, где создавал очень красивый гард. На школе веке, где дети, не имеют пункты, не имеют пункты, не имеют пункты, не имеют пункты, В свою очередь и президент поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию проекта. Группа священников провела службу и осветила распятие, помолившись за благополучие всей страны. Вчера в двух селах Молдовы прошли местные выборы. По предварительным данным ЦИК, в коммуне Тырнове-Дандюшанского района убедительную победу одержал кандидат партии социалистов Виктор Бадорин. Он обошел двух соперников, набрав больше 80% голосов. Новые выборы в местные органы власти в Тырнове прошли после того, как бывший мэр также от ПСРМ Валентин Чеботарь предпочел должность председателя района. Мэра избрали и жители села Нукарена Теленежского района. Там победа досталась кандидату Демпартии Сергею Русу. Одновременно с выборами президента 1 ноября выборы в местные органы власти пройдут еще в трех населенных пунктах. Речь о селах Кетрише Фалежского района, Пятри Аргеевского и Дубни Сарукского. Темп причины проведения голосования стала смерть бывших мэров. На сегодня все. С новостями первого можно также ознакомиться на наших каналах и страничках в соцсетях. Увидимся завтра вечером. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности. Редактор субтитров А.Семкин